Здравствуйте! Это программа «Перемещенные лица» и у нас сегодня в гостях писательница Нарине Абгарян. Как получилось так, что я, коренной москвич, говорю вам, армянке, добро пожаловать в Ереван? Мир стал как-то вверх тормашками и продолжает в таком состоянии находиться в пепетленный чулок. Да, ну, если говорить о Москве, то я там прожила 26 лет. Ого! Да, это большой отрезок моей жизни. И, в общем, это город, которому я очень благодарна, который меня сделал, который сделал из меня писателя и вообще, наверное, человека. И покидать его было очень сложно. Решение я это приняла еще в 2020 году, после нашего поражения, потому что стало ясно, что нужно уезжать оттуда. Не каждый готов смириться с тем, что случилось. А война в Украине просто этот процесс очень ускорила, потому что я думала, чтобы сын закончил свою вторую магистратуру, и мы потом уехали. Квартиру можно было продать. Ну, вот, после 24 февраля мы уехали где-то в середине марта уже. И вот так и получилось, Ян, что мы с вами теперь в Ереване, вы мне говорите добро пожаловать. Скажите, вы все-таки как-то формулировали, почему вы уехали? Ну, потому что для меня чисто по-человечески было невыносимо оставаться в стране, которая, наверное, поступила так, как никто из нас не предполагал. То есть мы же не говорим о том, что Россия не вела до этого войн, да. Но у меня, и даже то, что случилось с Арменией, это тоже было своего рода предательством. Хотя это эмоциональная оценка, на самом деле, Россия поступила так, как было выгодно ей. Это у нас, у армян отношение такое, да. Но тут случилась какая-то уже совершенно запредельная история. Вообще, я родилась и выросла на Кавказе, и здесь состояние войны, оно такое немножко, ну, не то чтобы очень странное, потому что народы на Кавказе постоянно воевали. А эта война прямо пробила дно всех возможных войн. У меня было такое ощущение, у меня было ощущение, будто изнасиловали и убили кого-то очень близкого мне родного. Я сейчас живу уже год в Германии, это у меня получается уже третья эмиграция. И вот это ощущение, что я нигде не дома, и что везде мне немножко некомфортно. Все жмет, как будто ты слон в посудной лавке, и тебе все тут мало, и не твое, и одежда не твоего размера, и обувь, и еда, и все то, что тебя окружает, как будто это немножко тебе все это снится. Вы мне сказали, простите, я просто помню, что вы мне сказали потрясающую фразу, вы сказали, я так сильно переживала, что вышла замуж. Это правда? Мне кажется, да, вообще, на самом деле, если посмотреть даже на мою ленту у Фейсбука, да, там очень много людей за это время переженились. Мне кажется, в одиночестве очень страшно было то, что выпало на нашу долю, и люди старались. То есть как-то вот найти себе кого-то, с кем будет легче все это переживать. И я тоже, наверное, вышла замуж в таком неком состоянии аффекта, потому что некуда было деваться реально. Я не знала, как дальше жить, я не могла писать. Все то, что я умела, все это улетучилось. И я с моим мужем встретилась в Армении. Он очень хороший, он оказался, мне повезло, в общем, он оказался очень хорошим человеком, журналистом, поэтом, лектором, и я рада, он действительно мне очень помог. По крайней мере, я, мне сейчас чуть лучше. Как вам кажется, что вы потеряли, уехав из России? Наверное, если я скажу, что я потеряла все, что меня вдохновляло и подпитывало для работы, я не совру. То есть это был... Москва была неким стержнем, который меня держал, который меня организовал, который заставлял меня двигаться вперед. Я писать смогла только в Москве. Самое смешное, что все мои книги об Армении, они написаны в Москве. И там окружали люди, которых я искренне любила и люблю. Там был город, который очень менялся со мной. И он мог нравиться, мог не нравиться, но это была как будто моя вторая кожа. И я ее скинула. И вот это ощущение ментальной голости, оно, конечно, наверное, все наши... Ну, у вас тоже, наверное, мне кажется, такое ощущение. Это то, что называется негативный опыт. А если какой-то позитивный опыт в эмиграции, вы что-то приобрели, уехав? Безусловно, ты ее приобретаешь, я это знаю по себе. Но просто сейчас, находясь в эпицентре всего этого, очень тяжело это понимать. Нужно, чтобы прошло немножко, ну, лет пять хотя бы. У тебя просто сейчас нет возможности сделать зум, подняться над ситуацией и полностью ее оценить. Ты прямо вот здесь сейчас варишься в этой каше. Естественно, мы сделаем какие-то выводы. Естественно, через какое-то время мы поймем, что это тоже был очень важный шаг. Он принес каким-то очень хорошим решением. Это была очередная победа над собой. Но сейчас очень тяжело это принимать. Мне действительно очень некомфортно везде, везде. И это меня немножко гнетет. В том числе здесь? В том числе в Армении. Почему? Потому что после поражения Армения переживает очень тяжелый этап в своей жизни. И вот это тяжелое шизофреническое состояние общества, разобщенность и уныние, апатия. Вот то, что мы сейчас проходим, это физически очень больно ощущать общество наэлектризованно, достаточно токсично. И люди очень тяжело переживают в каждое новое испытание. Такое впечатление, что вот это испытание, которое никогда не закончится. И в этой ситуации от того, что это твои люди, ты это переносишь сложнее. Просто потому, что у тебя болит, наверное, в два раза сильнее. Я бы хотел спросить вас еще на тему русско-армянской дружбы, как это раньше называлось. У нее есть еще какие-то перспективы, какое-то будущее? Или все, это уже конец? Я очень люблю свой народ за некую такую мудрость. Они умеют отличить людей от политики страны. Пока вот этот барьер, он держится. Но, конечно, вот это паритетное, оно потихонечку начинает сдавать. Вот это вот состояние умения отличить одно от другого, оно истончается. Просто потому, что сейчас моя страна находится в очень тяжелой ситуации. И, в общем, очень много вопросов к Кремлю, скажем так, у людей. Она находится в тяжелой ситуации по вине моей страны. Ну, там не только вина Кремля. Я стараюсь не говорить там русские, потому что я понимаю, что страна, где вот тот же дядя Вова, который живет где-то в Владикавказе, получает 10 тысяч рублей зарплаты и даже молится на Путина, он ничего не решает. Это не его решение, это война. Поэтому нужно все-таки отличать одно от другого. И, естественно, тут в этой глобальной войне за юг, за попытку переиначить мир, мы оказались вот такими крайними, такой разменной картой, которую в нужный момент вытащили из рукава. Очень сложно с этим жить. Ну, я не знаю, что будет дальше. Мне бы хотелось, чтобы эта культурная среда, которая нас подпитывала, она сохранилась, потому что мы с вами говорим на одном языке, мы выросли на одних и тех же фильмах. Если я вам скажу, приведу цитату из какого-нибудь фильма Гайдая, то вы поймете, о чем это. Это очень важно, это очень ценно. И мне бы хотелось, чтобы это сохранилось. Сохранится или нет, я не знаю, Ян. Но мне бы очень хотелось постараться сохранить вот этот мост. А есть какие-то способы? Есть ли какие-то рецепты у вас? Ну, я скажу банальную вещь. Наверное, по возможности помогать людям, заниматься своим делом, стараться не нагнетать агрессию. Ее так много, что она ощущается не только... Она прям кожей ощущается. И если есть возможность утешить человека, то делайте это. Не идите на конфронтацию, не старайтесь как-то сглаживать углы. Ничего, мы на самом деле ничего больше не можем сделать. Что мы еще можем сделать? Войну остановить мы не можем. Мобилизацию отменить мы не можем. Допустим, призвать к трезвости, к трезвому мышлению каких-то политиков мы не можем. Что ты можешь сделать? Я бы хотела сказать, что меня чудовищным образом ранило в этой войне, которая случилась в 2022 году. Я это ощутила в тот день, когда случился бомбовый удар по бабе Муяру. Вы знаете, было такое ощущение, что мы все были такой новогодней елкой. Все эти бывшие государства Советского Союза, народы, которые населяли эту огромную империю. И как будто вот эту ось прямо с корнем вырвали. И все эти веточки просто упали. У меня было ощущение, что все то хорошее, что держало нас вместе. Что нас воспитывало. Во что мы верили. Что любили. Начиная от великой музыки, заканчивая прекрасными фильмами. Грубо говоря, начиная от Тарковского и заканчивая, допустим, Прокофьевым. А все это просто испоганили. Изнасиловали. Изуродовали. И поэтому я все это люблю. Я с удовольствием это слушаю и перечитываю. И у меня нет никаких претензий, как у других людей, да, там, к Пушкину или к Достоевскому. У меня нет ничего такого. Ну да, сейчас же говорят, что это из-за Пушкина война началась. Нет, ну, я сейчас вам расскажу историю, которая со мной случилась в Братиславе. Но до этого я хотела бы сказать, что изменилось ощущение, что все это, во что мы верили, все это просто испоганили. Испоганили подвиг наших бабушек и дедушек, которые воевали на войне. И верили в то, что они воюют с фашизмом. И вот то, что нас держало вместе, вот именно вот это разрушилось. И если уж говорить о том, вот к этому невозможно будет, наверное, вернуться. Нужно предпринимать какие-то усилия. А по поводу Братислава я хотела рассказать. Там у меня была встреча с читателями. И там пришла совершенно прекрасная семья из Харькова. Мама, папа и сын. И они так смешно сказали, говорят, вот ваш мальчик три дня обвел себя хорошо, чтобы мы пришли к вам. И они беженцы, они живут сейчас в Братиславе. И потеряли все. И мальчику было 8, может, 9 лет. Я возраст не помню. И он пришел с Манюней. И я говорю, на каком языке тебе подписать? Потому что я не знаю, может, ты не хочешь, чтобы я на русском написала. Я говорю, я могу на английском, могу на армянском. Ты тут напиши на украинском, я тебе подпишу на украинском. И вы знаете, он на меня посмотрел таким совершенно серьезным взрослым взглядом. Он говорит, ну и напишите на русском. Я же не маленький, я все понимаю. И вот это я не маленький, я все понимаю. Это было таким обухом по голове. И мне так хотелось этого ребенка показать всем людям, которые сейчас ломают копию, пытаясь доказать, что значит, виноват в этом Пушкин и Достоевский. Не имеет значения, кто там виноват. Мне просто хотелось показать этого ребенка и сказать, поучитесь у него. У него настоящая сломанова мудрость. Ни в коем разе я не хочу вот этот свой разговор адресовать украинцам, потому что украинцы сейчас в таком тяжелейшем состоянии. Люди в таком аффекте, что пытаться им сказать, что может, вы тут немножко правы. Не правы, это то же самое, что, допустим, человеку, которому оторвало ногу, встать над ним и говорить, что знаешь, ты не так орешь. Я весь это тоже наблюдала за своим народом, теперь я наблюдаю это за украинским народом, у меня просто сердце рвется от того, что я вижу. Ну, в общем, мы через это пройдем, и я надеюсь, что какие-то правильные выводы мы сделаем. Но это же пройдет, да? Это пройдет, это обязательно пройдет. И это пройдет. Как в этой непростой ситуации поступила бы ваша Манюня? Я вам скажу, на самом деле, я об этом никогда не говорила. Я могу сказать, что мы с Манькой оказались в разных политических лагерях с персонажем, прототипом. Но мы так друг друга любим, что никогда, во-первых, мы не обсуждали никак этот вопрос, мы никак не обвиняли друг друга в том, что у нас разные политические взгляды. И наша любовь, наша дружба превыше этого. И если бы хотя бы 30-40% людей были бы как мы, то у нас действительно было бы меньше проблем. А может быть, вы напишете продолжение? Ой, нет. Мне бы хотелось написать совсем о другом. У меня есть какие-то истории о женщинах. Я очень хочу написать об этом рассказы. У меня была история такая, вы знаете, я написала рассказы об армянской женщине, и мне прислали отзыв одного профессора, который очень возмущенно написал, что Нарина Абгарян позорит образ армянской женщины в мировой литературе. Я сказала про себя, спасибо большое, что вы меня причислили к мировой литературе. С другой стороны, я подумала, как же больно вот этому армянскому мужчине-профессору читать правду об армянской женщине. Я тогда подумала, что надо продолжать об этом писать, потому что это важно, если это резонирует, если даже это вызывает протест, это дает повод человеку задуматься. И вот я хочу эту книгу написать. Это вообще интересная вещь. Мне кажется, что в этой экстремальной ситуации женщины как-то вышли на первый план. И я просто поймал себя на том, что в последнее время в этой студии мои гости это сплошные женщины. Как вам кажется, почему так происходит? Вообще, мне кажется, настала пора женщин. Мужчина, он устал. Ну, невозможно тысячелетиями всю эту нушу тянуть на себе. Он вырабатывает свой ресурс. Ему, наверное, нужно время немножко выдохнуть и отдохнуть. И мы должны это время ему дать. И поэтому я готова взять какую-то долю ответственности на себя. Я считаю, что в политике должно быть больше женщин. Просто потому, что мы по-другому думаем, мы по-другому все воспринимаем. И это по-другому тоже очень важно. И тут дело не в женском, а в мужском. Что вот там женщины говорят о родах, о каких-то других проблемах, о которых мужчины ничего не знают. Нет, это просто разное восприятие мира, разная оценка разных событий. И мне кажется, если будет больше женщин в политике, то можно что-то изменить. Я надеюсь на это, что это случится. И я наблюдала, вы знаете, это во время первой нашей войны. Женщины были очень активны, потому что мужчина или был на фронте, или был в таком тяжелом психологическом состоянии, что он ничего не мог делать. И женщины взвалили на себя очень многое, очень многое. И стариков, и детей, и дом, и быт, и раздобыть еду, и прочее, прочее. А потом, когда война кончилась, они стали очень тяжело болеть. Потому что, как только они выдохнули, организм дал в бой. И мне кажется, вот это сейчас, вот эта активность женщин, она в некотором роде, это не только выбор, это, наверное, как-то нас сложила природа сама. В тот момент, когда мужчинам растерянности, мы начинаем действовать. Что сейчас происходит в вашем родном Тавуши? Ну, если брать при границе, оно в Армении везде в достаточно таком непростом состоянии, в тяжелой ситуации. И как раз два дня назад на «Золотом априкосе» мы смотрели фильм немецкого режиссера Дэниела Крюгера. Могу фамилию переврать, простите. Я от волнения путаю имена. Ландшафт, и он рассказывал о людях, при граничах в Артанистском районе, где сотк, где золотые призги. И люди, которые посмотрели этот фильм, у них были вопросы. И эти вопросы меня очень удивили. Например, когда они видят на экране, как тяжело живут эти люди при гранича, и они потихонечку оттуда уезжают, они возмущаются. Как это так? Они не любят свою страну, они оттуда уезжают. Да нет, они любят свою страну. Они 30 лет как могли ее защищали. Они там жили в невыносимых условиях и творили жизнь в надежде на то, что вы за 30 лет создадите нормальное дезиспособленное государство, нормальную мощную армию, которая их защитит. Сколько они еще могут вырабатывать свой ресурс? Очень большой разрыв между жителями, грубо говоря, тыла и при граниче в ментальности, в понимании обстановки, в отношении к войне. Это настолько разное, что двумя словами не объяснишь. И поэтому, когда вы меня спрашиваете, как там люди в Тавуши, я даже не знаю, что ответить. С одной стороны, они делают все, чтобы не сдать свой регион. С другой стороны, у них уже выработался ресурс. Они не могут бесконечно терять родных. Они не могут бесконечно с утра до вечера, допустим, каждый день думать о том, что будет с ними завтра. В какой-то момент их кто-то должен защитить. А вы ездили домой туда, да? Я езжу периодически в Берд, и это место моей силы, оно было и остается местом, которое меня сделало, я не знаю, это лучшее место для земли, на земле для меня. Я куда бы ни уехала, все равно я в Берде. Я даже в Москве была в Берде. Понятно. Но вот сейчас вы все-таки живете в Германии, и я смотрю, что последние месяцы вы постоянно пишете про Арцах, про то, что Арцах находится в блокаде, про то, что там становится хуже и хуже. Что из последних событий поразило сильнее всего вас? Ой, это такая больная тема, что говорить я попробую держать себя в руках. Последняя чудовищная история это гибель двух детей, когда мама ушла за едой. И они погибли в машине, просто вышли за мамой, так как нет топлива, в Арцахе нет бензина, нет газа, машины просто стояли на улицах, они забрались в какую-то машину, было очень жарко, они уснули и умерли в эту жару. Я не знаю, как с этим жить. У меня есть там любимые, родные люди. У меня есть там Нэна Ракелян, которая преподает в университете и, значит, своими друзьями открыла приют для собак и кошек, бездомных животных. И когда я представляю, как в этом регионе заблокированном, который не дает себе все равно отчаяться, людям нечего есть, но они спасают кошек и собак. Сейчас вот эти переговоры мирные, которые идут, видимо, закончатся тем, что Арцах останется в составе Азербайджана и нужно решать вопрос людей и нужно найти к себе силы признать то, что произошло, извиниться перед ними, вывезти их оттуда. Я не знаю. Я не знаю, что будет. Они не захотят уехать, мне кажется. Я же, в общем, у меня дед Карабахский. Это вообще такая удивительная субкультура, Ян. Там такие потрясающие живут люди. И они веками воевали. И там было такое смешение всего. Допустим, там ситуация, которую просто в жизни невозможно вообразить. Мой дед, вот его деревня, шла, значит, воевать с соседней азербайджанской деревней. Там поубивали друг друга сколько-то людей, а вечером собирались за одним столом азербайджанцы и армяне. И, значит, тусили. То есть 100-150 лет назад было так. Моего деда в 1918 году убил его друг азербайджанец. Это было уважением. Как? Уважением. Это было в Керабате Елизавет Поль. А когда были волнения, муссаватисты пришли к власти, и он просто пришел к моему деду и сказал, Андро, мы сегодня тебя расстреляем, это сделаю я. Вот понять современному человеку это, да, ну, практически невозможно. Извините, это был не мой дед, это был мой прадед. Я от волнения все перепутала. Моего прадеда убил его друг. И мой дед это все видел. Своими глазами ему было 8 лет. Он знал, что ведут его отца на расстрел. Он пошел за ним, и он увидел, как человек, друг отца, застрелил его. А потом, когда ему стало 20 лет, он его нашел, его убил. Понимаете, эта земля, она полита кровью. она веками генерировала вот эту невозможную, с одной стороны, стойкость человеческого духа, невозможный талант и красоту. Но, с другой стороны, столько было боли. И я не могу представить, чтобы сегодня арцахцы просто так встали и ушли оттуда и оставили все. Это реально невозможно представить. как все это закончится, я не знаю. Ну и, собственно, главный вопрос этого интервью у меня к вам. Вот смотрите, вы уехали из Армении очень давно, в 90-е годы, да? Да. Но ведь этой Армении уже нет. Вы приехали в Россию, после этого уехали из России. И можно сказать, по крайней мере, мне так кажется, что уже этой России тоже нет. Есть ли нам куда возвращаться и стоит ли вообще возвращаться на Рене? У меня был очень тяжелый разговор с сыном на эту тему, потому что он родился в Москве, он там вырос, это его родной город, он гражданин России. Он сказал те же слова, мам, я боюсь, мне, наверное, некуда будет возвращаться. И это, наверное, тот случай, когда тебе нечего возразить, потому что, конечно, города не виноваты, что, допустим, люди совершают какие-то ошибки. Но, видимо, вот этот день этих поступков, она все равно ложится тяжелым временем. И туда просто невозможно вернуться, хотя бы потому, что, если ты туда вернешься, он совершенно не такой, каким ты его любил. и никогда уже таким не будет. Это как пытаться вернуться в прошлое. Поэтому я понимаю, какой это огромный вызов для тех, кто потом вернется в Россию. Я ни в коем случае не хочу никого осуждать, никого ничему учить. Это бесполезно. сколько у меня есть сил, я сочувствую, сопереживаю. Я не отрекаюсь от города, который меня сделал писателем. Я чувствую свою долю ответственности, потому что я хоть и гражданка Армении, но я русский писатель. очень тяжелый разговор, Яна. И, к сожалению, у нас нет правильных ответов на вопросы. Очень хочется сказать нечто такое, которое поможет другим людям тоже. Но когда в тебе этого решения нет, ощущений нет, ты вот в этом состоянии свободного полета, падения, о котором мы с вами говорили, то интервью, очень сложно выдать такую формулу, которая бы помогла хотя бы тому, кто очень нуждается в этом. Мне вообще кажется, что сейчас нет правильных решений, что мы передвигаемся на ощупь и станет ясно только сильно позже, правы мы или нет. Но все равно возвращаться некуда. просто настолько ужасные события произошли, что они изменили страну, изменили мир, они изменили нас. И теперь только вперед. Значит, будем двигаться вперед. Спасибо огромное, Нарине. Это была программа «Перемещенные лица». Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова